Он, конечно, эстет и ловец человеческих душ. Об антропологии знает не понаслишки. Ради него многие звезды, несмотря на цейтноты, капризы, удивительным образом были временно доступны. Он щедр и великодушен. И все, кто хочет стать миллионером, обращаются к нему за помощью. И под его чутким руководством, азартных, умных и эрудированных, всегда ждет победа. Телевидение он считает самым лучшим и восхитительным, что могло случиться в его жизни. Сам же он более 30 лет в строю и ни об одном дне не жалеет. Хотя когда-то над его ростовским акцентом посмеивались коллеги и не воспринимали всерьез. Но он смог перебороть ситуацию и влюбить в себя многомиллионную зрительскую аудиторию. Сегодня мой герой – Дмитрий Дибров. Я аплодирую Дмитрию Диброву от всей души, который сегодня мой герой. Но он не только сегодня мой герой, он в принципе мой герой. И мне кажется, вообще, если есть какие-то телевизионные герои, то это Дмитрий Дибров. Спасибо. Вот скажи мне, пожалуйста, ты много лет телевизионный ведущий. Причем ты такой телевизионный ведущий на переднем крае. Тебя все знают, ты до сих пор работаешь, книжки пишешь о телевидении, да? Причем книжки хорошие, это без дураков. Есть ли какой-то способ существования в профессии так долго, не теряя к ней интереса и продуцируя интерес аудитории? На тебя же до сих пор интересно смотреть, Дим. То второе важнее, чем то первое, Танюша. Что все еще аудитории интересно смотреть. Вот это и стоит перечислять в качестве завоевания. А что, сам не потерял интерес? Да еще еще. А что же еще может быть интереснее, чем телевизор? В чем кайф быть ведущим? В чем удовольствие? Ты же не актер по профессии, да? Ты журналист. Если нас сейчас смотрят, хоть кто-нибудь, нам не надо 15, хоть один человек, который бы желал в свои 13 лет стать телеведущим, я специально для него сейчас и скажу, Танечка, как стать успешным телеведущим. Дорогие друзья, надо отдать себе отчет, что является конечным продуктом твоего сидения в кадре. Конечным продуктом твоего сидения в кадре. И при ответе на этот вопрос бабло, сразу видно, что вы за ведущий. Надо спешить на вас посмотреть, потому что максимум через год вас выплюнет Останкино, только вас и видели. Бухгалтерия у нас не главное место. Это правда. Дорогие друзья, вот видите, а сидит же один из самых успешных литераторов страны. Что ж такого-то здесь? Вот в чем дело, товарищи. Дело в том, что конечный продукт работы телеведущего – это те 45 минут биологического времени, которые зритель отдает или не дает тебе. И вот он сидит, а дочь загуляла, а сын так вот, в общем, и не сделал уроки, а собака лает, а жена, сочертевшаяся с нами, требует внимания. Да и, кстати, ужин готов, милый. А тут ты. И вот тут, дорогие друзья, возникает вопрос, что ж ты такого делаешь, что он все-таки смотрит на тебя? Тут мы вдруг начинаем отдавать себе отчет. А что в тебе такого, что вот он будет на тебя смотреть? Да чем ты ему важен? Я бы ответил на этот вопрос так. Вот эти 45 минут – это такая реальность, которую сам бы хотел жить. Но нигде, кроме Останкина, ее не воссоздать. У нас Достоевский в чистом виде, не в кучебном. И тут же у нас с вами, дорогие друзья, Чарльз Чаплин. За одну секунду я вижу все. У меня Гребенщиков поет. Вон, пожалуйста, можно спросить что угодно у него. И я говорю с Брэдбери. Как так с Брэдбери? Я вот так взял из Ростова. И в Лос-Анджелесе с Брэдбери сижу. У вас что такое было телевидение? И, конечно, когда тут сидит Норштейн, Юрий Борисович, а там в Токио Миядзаки, и Миядзаки в прямом эфире говорит, да я ведь на вас вырос. Вы мой любимый мультипликатор. Дорогие друзья, можно только на телевидении. И только на таком, который я делал. И все это прекрасно знают. Ну вот у Деброва вечно сейчас будет что-то. Сейчас что-то будет, да-да-да. Сейчас что-то будет. А это так Чапаева плохого не пришлют. Это чистая правда. Вот этот момент, когда здесь был Норштейн, а там Миядзаки, да? А ты посередине. Да. И все смотрят, как ты их сводишь. И как они друг на друга реагируют. И как на тебя реагируют. И от этого невозможно оторваться. А сейчас чем телевизор, телевидение может удержать зрителя? Танечка, а сегодня и ничем. То, что раньше делало телевидение, сегодня интернет. Дим, послушай меня. Сегодняшняя стадия. А то, что ты, телеведущий Дмитрий Дебров, ничем не отличается от какого-нибудь блогера, это лукавство. И это неправда. Танечка, а я ведь еще в интернете-то и не выступил. Нет, я понимаю. Но ты говоришь, что интернет заменил телевидение и телевизионных ведущих блогерами, которые, посмотрите, я сегодня такая. Но ведь это не до конца правда. Нет, это я не так сказал. Прошу, если я так выразился. Я имел в виду, что работу по аранжировке 40-30... Больше 45 минут человек не может концентрироваться. Это называется академический час. Эту работу по созданию благоприятной сферы обитания, я буду говорить о русском интеллектуале, другими революциями, сегодня у телевидения забрал интернет. Почему ты в интернете не ведешь ничего? Ну, потому что в моем случае, ежели уж удивлять, так поражать. Мне не почин иметь 200 тысяч фолловеров. Видишь ли, в древнееверейском учении Каббала есть позиция, все, что не цифра, все ложь. В интернете как раз главный критерий твоего успеха, это как раз цифра, фолловеры. Здесь придется все-таки тысячи фолловеров иметь, иначе тебе просто не дадут продвинуть свою продукцию до глаз большого числа людей. Юрий Розум. Чтобы стать Дебровым, надо поработать Дебровым и пройти весь этот путь. Вот его энциклопедические знания, это уже его заслуга абсолютно. И он человек, который вникает во все, и который делает себя, строит себя, по кирпичикам создавал. Он говорит, вот я иногда сижу у себя, ничего вроде бы не делаю, но я занимаюсь построением всяких речевых композиций. И в этом секрет. Он не просто, кажется, импровизирует на сцене. У него есть заготовочки, но которые бьют вообще просто, что называется, на повал публику. Это извержение каких-то интересных, неожиданных сравнений, ассоциаций. Какой-то полет мыслей совершенно неожиданной, но абсолютно гипнотизирующей. Ты говорил как-то, Дим, что ты захотел стать телевизионным ведущим в пять лет. Да. Да или шутил. На этом правда. Когда тебе было пять лет, каким ты хотел быть ведущим? Вот таким, как сейчас. А откуда ты знал, что они существуют? Вот как это было? Спрашивают сейчас у меня как у отца от трех детей. Вот как ты воспитываешь? Я говорю, вот никак. Вот так как мой отец. Вот я тебе сейчас назову несколько педагогических моментов на прошлой неделе, на позапрошлой. Так. На прошлой неделе мы посмотрели с детьми «Побеги Шаушенко» 12, 9 и 7 лет «Побеги Шаушенко». А на позапрошлой посмотрели, кто-то полетел над гнездом кукушки. Дети сказали, эти фильмы похожи. Эти дети, например, знают Хармса и охотно считают его. А вы знаете, что у папы моего было 10 сыновей, да не 20, да не 30? Словно 10 сыновей, ну, врешь, конечно, врешь. Ну, хоть 20, ну, хоть 30, еще туда, чтобы именно быть 10 здоровенных сыновей. Ну, и так далее. Саша читает Саша Черного, он же Саша. Все они исполняют битлов? Конечно. И уж, конечно, что ни говори, а вот насчет всяких вот этих театров, это их сильная сторона. Это прямо они обожают. По воскресеньям к ним приходит прекрасный преподаватель живописи, молодая девушка. Так это же она не учит рисовать яблоко? Они же делают колоссальный понос с какими-то научно-техническими автострадами. С какими-то... А то вдруг какие-то... Да, они это рисуют, да? Да, рисуют, клеют и приклеивают. То есть там и трехмер, получается, и рисунки. Ну, ты что? Вот если так много всего. Ну, и, конечно, Юрий Александрович Розун. Нет-нет, да придет, кстати, крестный отец младшего моего. Это кумовство. Вот он придет и сыграет, кстати, он прекрасно работает и с Рахманином. Это очень сложная наука. Да, Рахманин. И вот они, например, второй концерт, вот прям дома-то и послушают. И вот с этим совсем. И куда они пойдут в 17? У меня ответ был один. Где такая профессия? Где хорошо бы все знать и ничего при этом из себя не представлять. Знать, как строится поэтическая работа и что там следует ценить. Знать, кто такой это Блок. А кто такой Тузенбах? Вот это такой. Ну, и нам бы, конечно, подразобраться, что вы все с этим Мироновым носятесь. Что это за лебеди такой, Евгений? Кто это такой? Да-да-да. Открыл ты, вы узнаете, так вы хоть заинтересуете. И Гуга-Гуга. Да-да. Это же тоже страшно, интересно, Гуга-Товстоногов. Конечно. А где это можно? По телевизору. Ведь в Ростове же этого ничего нет. Ну, что и приезжает, когда в Ростов? Ты туда же не попадешь, только обкомовские работники получают билеты. Так у нас же есть телевизор, только знай, что смотреть. Я думаю, что с детьми будет то же самое. Танечка, сегодня страшно, как жизнь испытывает человека. Раньше, вот в Ростове-Дону в 66-м, 7-м, 8-м, испытывала по помощи Портвейна и безумно красивых девчонок. Ну, если я еще не спился, ну, правда, самое красивое у меня дома сидит. Да-да-да. Значит, все-таки отцовы таить, и правильно. Ну, я, например, старшему сыну, мы сейчас делали ремонт из детской, он получил подростковую. Подростковую, да. Важная вещь, пубертатная, я бы сказал. А сколько ему, 14, да? 12. Слушай, он у меня теперь квин любит. Значит, 12. Вот. Надо сказать, что я так, мы с ним договорились. Смотри, между тобой и монитором, а все равно надо иметь дело с компьютером, потому что, ну, это из-за ковида, и сейчас это продолжается. Многие вещи оффлайн делаются, онлайн делаются. Вот, репетитов, что онлайн, все. Вот сейчас, я надеюсь, купить термен, термен вокс. Знаешь, такой инструмент, который Лев Сергеевич термен придумал? Я его показывал 30 лет назад, сейчас сам хочу с детьми. Когда изменениями электромагнитного поля ты интересные кантиленные партии выводишь, как если бы кто пел астральным голосом. Да, да, да. Да, да, как тебя будут отвечать? Да, конечно, только онлайн. Но давай договоримся, Саша, что между тобой и монитором не будет ни одного яркого предмета. А потому что только глаз и конечная цель. А конечная цель у нас урок по математике. А как же это сделать? Это яркий предмет и долой. А вот эти все заманухи интернетовские куда? Вместо урока математики? Ну, тут только внутренний монолог. Понимаешь, отец должен быть источником всего по-настоящему интересного. Да, согласна. В отличие от тех, кто пакетики предлагает на перемене. Нет, это я все понимаю. Они же говорить даже не могут, а отец может. Я слышала лекцию твою одну, когда ты говорил о том, что сетуя на то, что дети там, я не знаю, не читают, не рассматривают великих картин, не слушают там хорошую музыку. Сетуя на это, тем не менее, родитель ничего не предлагает взамен. Если родитель даст себе труд предложить что-то более интересное, ребенок на это согласится. Просто потому, что это более интересно и объективно. Например, неужели интересно на могилу поехать? Конечно, неинтересно. А они еще маленькие, чтобы понимать значение смерти. Да, если это могила Дали, опа, это уже интересно. Там целый дворец из невероятных сооружений состоит. А, ну, так же надо уметь. У тебя всегда какой-то особенный стиль одежды. И дебровский вот этот стиль одежды отличим абсолютно от всех остальных. Вот это видение самого себя, вот что ты вот такой, оно когда появилось? С детства? С юношества? Вот писательский вопрос. Ты проницательно считаешь, что вкус чувствуется, если видно, что у человека есть конечная идея. Ведь что такое вкус? Что такое стиль? Стиль – это иерархия деталей. Она должна быть, эта иерархия. И она должна быть подчинена некоторой конечной цели, которую явно должен ощущать зритель. Но ведь это же бесскусно, когда тысяча дорогих, но совершенно не связанных друг с другом деталей составляет твой гардероб. Как бы это выглядело? Танечка, я бы сказал, что это должен быть греховный профессор. Вот какой стиль. У меня Набоков сразу в голове. Да, да, да. Набоков таскался до утра по общагам студенческим, но его супруга не устраивала ему раскардаш, зная, что будет что-то великое. Мы получили Лолиту. Хотя Лолита и имеет имя, и жена Владимира Владимировича прекрасно знала это имя. Но вот такой профессор, этот же профессор, положил горизонты развития русского языка. Вот так бы он одевался, как бы я. Что это такое, Танечка? Ну, во-первых, это не должно быть разнузданно. Это, однако, и не должно напоминать агента похорон. Скучно, да? И не скучно, да. Когда тебе в жизни было легче всего? Вот был ли такой момент, когда ты легко жил, Дим? Да, и сейчас, например. Когда было трудно? Трудно, когда я осознал, что я натворил со своей судьбой. Это был 2003-2004-2005 год. А что ты натворил? Танечка, в 2001 году я же отказался переходить с миллионером на Первый канал. Вот это же была ошибка. Тогда интересно, что те, кого мы считали предателями, почему-то стали, наоборот, героями. А я, как кретин, главное, вот это вот все выплясывал там со всеми. И теперь я оказываюсь предателем. Почему? Октябрь 17-го года. В самом деле это естественное продолжение подвига, ну, например, этого бедного Каляева. Каляева, да. Танечка, я не знаю, лучше пойти либо в храм, либо в синагогу, либо в дацан, а можно даже пойти и в мечеть. Там, наверное, и начнут рассказывать. Но в любом случае, вот, видимо, и эти шестеренки нужно бы дождаться, когда они провернутся. Прокрутятся. А тут... Не торопить события, да? Ты об этом говоришь? Да, да, да. И в любом случае упаси, Господь, любоваться собою, вырвавшим сердце, как эта данка. Послушайте, сердце вырвал, плод размышлений ищет. В любом случае, Танечка, вот тогда мне оказалось трудно. Самое главное, что и профессия-то ведь сразу же это показала. Не так-то все просто, Танюша. И я постарался поучаствовать в работе над развлекательным форматом. Мне показалось, что и в самом деле вот эти просветительские программы, ну, я бы сказал, вот это 45 минут рядом с Абдайком. В самом деле никому не нужно до этой, послушайте. Вот это, я считаю, были трудны несколько лет. Времена. Не дай бог подумать, что они были трудны какими-нибудь внешними обстоятельствами. Нет, я все понимаю. Нет, они были трудны внутренним. Вот тут-то этот монолог изобиловал самоистязанием. Плакали твои хлыстуны и молокани. Все валится из руки, все не так, как надо. А сейчас одно удовольствие жить. Потому что трое детей, Таня. Дети гораздо важнее, чем может показаться. Это правда. Они заставляют тебя инвентаризовать, во-первых, все завалы на внутреннем складе. А во-вторых, наполняют твою жизнь самой, что ни есть же, вот такой экзистенциальной целью. Силой, да. Вот сейчас уходил к тебе, а Федя с Илюшей вырезали из пенопласта такие квадратные головы. Это я им вчера сказал, что те, кто увлекается такими компьютерными продуктами, где ходят квадратоголовые люди. Я имел в виду, конечно, знаменитый бич абсолютно любого педагогического состава игру Майнкрафт. Где люди с квадратными головами говорят, вот это пища идиотов. Ну так они мне сегодня напоследок перед уходом в телестудию устроили. Они вот там, смотри, папа, у нас квадратные головы. И вот смотри, видишь, у нас есть кирка и так далее. Эрдман, по-моему, говорил, по крайней мере цитировала Алла Демидова, что самое главное в жизни, с точки зрения его, это хорошая компания. Хорошая идея. Вот ты согласен с этим? У тебя есть хорошая компания? Ну вот розум же был только что. Да. Ну вот такая лучшая компания-то, пожалуй, нет. Для общения, да? И только. И только, да. И только. Потому что я не представляю себе, Танечка, что делают люди, которые приходят на светский раут. Потом, пожалуйста, я приму во внимание, мы с Полиной выстроили маленькую вселенную внутри большой. Это я сейчас цитирую Олю Арефьеву, гениальную поэтессу. Это маленькая вселенная внутри большой, где есть абсолютно все, что необходимо. Но есть и друзья. Вот они и приходят. У них наперечет. Ну, понятно, это очень важно. Мы не думаем одинаково. Мы спорим. Нет, нет, у нас есть расхождение. Особенно в сегодняшнем времени. Конечно, конечно. Александр Маршал. Дима эрудированный человек. Ну, видимо, он много читал в своей жизни. Интересные литературы, книг. Что касается музыкальной его стороны, то он в этом преуспел многократно. Да ладно! Я очень люблю приезжать к нему домой. И у него там есть музыкальная комната, где стоит аппаратура. Есть бас-гитара, гитара, барабаны. И мы иногда устраивали так называемый джемсейшн, играли какие-то песни. Но это, в основном, это, конечно, рок-н-ролл. Это то, с чем мы выросли, собственно говоря. Та музыка, которая нам тогда нравилась, вот в то время, когда это все только начиналось. И Битлз, Роллинг Стоунс и так далее. Кроме музыки, мы очень увлечены с ним построением моделей из самолетов. У него это получается великолепно, потому что я люблю приходить к нему в эту мастерскую, где он собирает эти самолеты пластиковые. И просто диву даюсь, насколько это точно, насколько это красиво и профессионально сделано. Это человек 24 на 7. В любое время дня и ночи можно позвонить, он всегда возьмет трубку, откликнется. И, не дай бог, если что-то происходит серьезное, он всегда придет на помощь. Я рад, что у меня есть такой друг. Хочу сказать ему спасибо за то, что он есть. Взамен. Музыка для тебя с чего началась? С битлов? С роллингов? С папой. А папа что любил? Все. Все. Папа играл на четырех инструментах, конечно. Ну, джаз. Ну, что было в 62-м, 63-м? Потом у папы был и баян, и аккордеон, трофейный, естественно. Прими во внимание, ведь это же сталинградец. Это же 20 лет этот человек попал в окопы Сталинграда. Он удивительным образом выжил. Его подлатали в Бийске и вернули на фронт. Называлась Курская дуга. Ну, а уж совсем хорошо. Глаз выбили, разворотили полуруки, спину всю из полосины уже дальше куда. И поэтому он цеплялся за все, что движется, что звучит, что хоть как-то живет. Это, конечно, прежде всего музыка. Поэтому началось с этого. Потом, Танечка, прими во внимание, уже в 70-е, музыка была единственной неподконтрольной КГБ, СССР и обкомом партии, идеологическим отделом. Формой передачи животворной энергии. Мы приходили друг к другу, вставляли штыкера в бока нашим магнитофоном. И знаешь, в Ростове что было еще, Таня? Ты должен был выставить колонку, форточку. Да, в окно, в окно, да-да-да. И чтоб все слышали, как выглядит последний Пим Флойд. Потому что тебе удалось его получить. Откуда? От моряков из Новороссийска, которые привезли. Присли, да-да-да, в порт. И еще одна была форма пропаганды вот этого, где мы знакомились друг с другом. Началось вроде с музыкой, а кончилась с дружбой, мировоззрением. Это комиссионные магазины. Вот где было царство никелированных чудовищ. А по ГОСТу, ну, по требованиям советской торговли, следовало демонстрировать товар. Товар, да-да-да. Вот они демонстрировали. Крутились битлы. Крутился Майк Науменко с группой «Зоопарк». Крутился гребенщиков. Крутился Пинк Флойд. И мы все приходили после школы и всегда становились у прилавков. И слушали. И слушали. Юрий Розун. Музыка – это его хобби. Но хобби фанатическое. Потрясающий знаток и ценитель музыки. Он ее чувствует, как мало кто из профессионалов. И вообще он в курсе вот этих всех инноваций каких-то. У него всегда самая лучшая аппаратура, новейшая. Он всегда в этом смысле впереди планеты всей. И он может очень интересно говорить о музыке. Что касается его знаний и понимания музыки, это действительно уникально. Причем от Баха до наших дней. Это и классика, это и рок, это и джаз. Когда он в зале, я могу просто ему играть и совершенно по-другому играется. Он любит общество, он любит компанию. Он всегда душа компании. Он знает себе цену, он любит внимание, он любит успех. Я всегда смотрю на него и горжусь. Какого мне друга дал Господь. Ну, очень приятно, Александр Ильич, спасибо. Что есть в музыке такого, с твоей точки зрения, чего нет в словах, в литературе, в красках, в живописи? Я не знаю, может быть, в кино? Ну, я бы спрятался за нашего великого донского философа Лосева Алексея Федоровича. Ну, он такой же донской, как и Арбатский. Он на Арбате прожил большую часть жизни умер. Он так сказал, что музыка – это есть единственная форма эстетической материи, где форма тождественна его содержания. Когда мы с тобой работаем со словом, все-таки нам нужна семантика. Кроме того, обаяние великое в Набокове, ну, например, а уж в Булгакове, а уж в Достоевском. Да, 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 конечно. Когда он играет коннотации. Вот эти слова – это что-то… Коннотации. Если кто не знает, если это такое и хорошо, что не знает, то будет возможность все узнать, слава богу. Слово «вода», динатат воды – жидкость – основа жизни. Коннотат воды – болтовня из пустого в порожье. Он льет воду. Этого нет в музыке. Собственно, музыкальная фраза и есть окончательное выражение того, что хотел сказать автор. Гармоничное, да? И мелодичное. После инсульта, который у меня случился, может быть, ты знаешь, года три назад, и была нарушена машинка, которая превращает энергетическую корпуску в слова, но, слава богу, потом восстановилась, я понял, что правы скорее те, кто думает, что человек не думает словами, он думает энергетическими, как бы это легче сказать, волнами, которые затем, благодаря тому образованию, превращаются в более или менее искусное слово. То есть ты хочешь сказать, это какие-то волновые колебания, которые потом просто оформляются в речи? Да. Более того, косноязычен тот, кто эти волны не может облечь в такую форму, которая бы понятна другим. И наоборот, у некоторого настолько сильный прибой, что он говорит то, что совершенно непонятно окружающим. И музыка, скорее всего, это нарратив невербального свойства. Это открытый доступ к этим волнам. Я бы так сказал. Последний вопрос у меня такой. Вот скажи мне, что ты делаешь, может быть, в абсолютном каком-то бытовом смысле, когда тебе ничего не надо делать? Я не знаю, может, как Набокова в грибы собираешь? Да ты с ума сошла. У меня постоянно надо что-то делать. Каждый вечер в полвосьмого дети ко мне приходят в кабинет, папа пошли смотреть. У нас киносеанс. Но у меня не просто сеанс, это просто такая незанудная педагогика. Бывает шанс развлекательный, гениальные мультфильмы. Но эти мультфильмы все оскаровские, они с подсмыслом. Я просто смотрю, чтобы мне слишком занудно было, чтобы все-таки был бы какой-то экшен. Но, слушай, у меня Чарли Чаплина наизусть знает. Я усики не брею большой животными. Они даже ходят с этой клюкой и с этим, да-да. С котелком, да-да-да. А вот что касается Джонни Деппа с этим нашим несчастным карибским воробьем, это их тема. А, Гарри Поттер. Ну и, конечно, игра в кальмары, Танечка. За исключением там только одного эпизода. В общем, все можно детям смотреть. Вы говорите, что это жестоко. Ну, товарищи, что я вам могу сказать? Посмотрите вы на полицейскую хронику. Так пусть они это хотя бы... Кстати, вот они с этой жестокостью не имеют такого уж и прямо такой точной связи с физическим умышлением людей. Так что вот у меня время-то только до, будем говорить, пол седьмого, когда все-таки что-то поужинать. Нельзя сказать, что ты все на свете почистил, все, все сделал. Все почистил, все сделал, да-да-да. Например, недавно я обнаружил, что на свете есть 12-струнная мандолина. Это фантастический инструмент. Это как 12-струнная гитара, которую бы ты зажала на 12-м ладу. Получается, аппликация блюзовая, а звучит, как если б эолова арфа. Арфа, да-да-да-да. Это контиленно, бесконечно састейн. И очень-очень нежно. Сейчас, значит, стали меня приглашать друзья выступать с моим музыкальным материалом. Я, естественно, сделал видео, потому что там, где Дебров, там должно быть телевидение. Конечно. И все мои вот эти вот песни, ну не мои-то, а не Амайка, а аранжевки-то мои, все они сопровождаются мультимедийным элементом. Значит, это уже целое произведение. Это, конечно, надо все делать. У меня нет времени-то сидеть. Более того, Танечка, а самолеты клеить? У меня авианосец не клееный стоит, но мне же надо идти дальше. Потому что я же еще гитары и делаю. Это у меня борьба с инсультом. Это у меня борьба со склерозом. Мелкая моторика, да? Еще одно. Да мне бы не хотелось деменции раньше времени. Я не то, что хотел бы погулять у Илюши на свадьбе. Я знаю наизусть, чем закончится его первая свадьба. Если это мой ребенок. А я не ходил к Курсуру, это тоже мой друг. И не проверял ДНК. Но если это мой ребенок, это не единственное. Так что я там увижу. Ну вот пока бы мне хотелось довести его хотя бы до ворот вуза. Конечно. А потом уже делайте со мной, что хотите. Конечно. Вот поэтому приходится клеить. Таня, даже когда я завтракаю, я работаю. Вот недаром Юрий Александрович Розун подозревает, что это я в это время складываю кирпичики, которые потом рано или поздно превратятся в слышные снаружи фразы. Ну что, по-вашему, эти фразы так просто и родятся? Нет, я понимаю, что это работает. Конечно, это работает. Это что же я буду. Конечно. А ты знаешь, так, чтобы прямо легкий вот полежал, а даже и летом, даже при наличии гамака, вот так еще и не получилось. Еще одно, знаешь, и ушла книга. Вот если раньше, ну как профессорский сынок, я читал абсолютно все, особенно, что отец скажет. А тем более было и трудно ведь это достать. Да-да-да, не у всех было. Ты должен был под одеялом читать, чтобы вот с таким вот фонарем китайским в зубах, чтобы потом на утро отдать тому, кто на очереди. Ты знаешь, сегодня на, что хочешь. Это не интерактивно. Книга не интерактивна. Сейчас давай, либо ты мне давай дайджест, чтобы я по диагонали ее читал, вот как это и положено в интернете. Либо ты мне, что ли, читай ее аудио в виде. Слух, да-да-да. Мне все говорят, слушай, давай аудио в твою книгу, потому что мы все в пробках сидим. Только так и читаем Шопенгауэра. Ну, я понимаю, что это преступление, что, значит, где-то отцы не доработали, чтобы вот этот типографский момент вот листать. Текст, да-да-да. Ну, счастливы такие люди. Ну, ведь нравится нам это или не нравится, статистика, в общем, такова. И молодцы те люди, которые держат и сайты по продаже книг, и те, что уж как-то стараются лавировать подписками разного вида. Молодцы. Честь и михвала. И уж особенно молодцы все те, кто возглавляет книжные магазины, которые все еще есть в стране. И вот этих магазинах теперь еще и источники очных встреч себе подобны. Спасибо тебе большое. Я желаю, чтобы тебе не нужно было отдыхать в гамаке, хоть он и есть. Понимаешь? И чтобы вот эта вселенная, которая создана, не только в смысле детей и жены и дома, но и музыки, и литературы, и фильмов, и книг, что она бы, как сказать, расширялась, как после большого взрыва. Данечка, ну ты должна спросить, каковы ваши творческие планы? Каковы ваши творческие планы, Дмитрий? Мои творческие планы в течение ближайших трех месяцев попасть под самый уничтожающий огонь критики. Я хочу вам показать, что ничего на свете не гарантировано предыдущей жизнью. И правы голливудские люди, когда говорят, ты так хорош, как твой последний фильм. Вы сейчас увидите, что будет. Но, к моей части, я могу сказать, это просто будет признак того, что я еще жив, а не умер. Сейчас я выйду в интернет с новым проектом. Но только теперь уже это будет работа не кустаря. Да-да-да, ну какой там кустарь, Дмитрий Дегров? Это и про Дегров профи. Вместе с коллективом молодых, очень профессиональных ребят и съемочная команда, и продвигающая команда гениальная. Танечка, и тоже без гарантии. Мы полагаем, что это гениально. Дети написали, они, слушай, были зачаты по звуке моего голоса. Да-да-да-да, слушай, это что? Это шоу или это... Хороший вопрос, лучше тебя посмотреть. Послушай, это вот что. Они написали такой сценарий, интернетные люди, что я ударился по обыскам. Гениально, дети, я буду это делать. Более того, и первый же признак того, что это гениально, это первое ощущение, как Дегров вот с этим? Это? Дегров? Ну, ага. Это надо посмотреть. А вот и посмотрите. А когда у нас премьера? Танечка, да вот, надеюсь, в ближайшие недели или месяц. Надо сказать, что... Да не боюсь я, Тань. А я это уже видел. В 93-м, когда я впервые притащил в Останкина прямо эфирный телефон, он, ох, что ж со мной было, как же меня мутузил, ничего? Ничего. Сижу-с. Три месяца будет длиться отторжение, а потом, чем острее будет критика, тем сильнее. И тем дольше будет любовь. И это тогда в угоду форме, видишь, закольцевали. Еще один ответ на вопрос. Как это вам удается все еще зацепиться за профессию? Да, не бойтесь вы попасть под раздачу вначале. Прекрасно. Прекрасно. Спасибо. Я абсолютно уверена, что телевидение не исчезнет, пока на нем работают такие люди, как Дмитрий. Умные, цепкие, с прекрасным чувством юмора, интересом ко всему новому и непреодолимым желанием обо всем этом новом рассказать. И пусть все его начинания будут успешными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова